Добро пожаловать в Warface, братишка! 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 Добро пожаловать в Warface! 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 Вот на всё наплевать, несмотря ни на что, просто вот завязать с этой игрой последние полгода, наверное, до введения Синхры 2.0. У меня вообще не шёл урон! Я на мясорубке вообще часто никого не мог убить! Я просто вот стреляю, человек просто бежит, от него кровь ликит! Когда ввели Синхру 2.0, она лично для меня, я за себя говорю, не за всех, она оказалась намного лучше! Намного лучше! У меня сразу же просто урон стал нормально идти! После того, как наши разработчики вдруг ещё решили дополнительно сделать Тик Рейдж 60, у меня появилась хрень одна! Это то, что я стреляю, скажем, из дробовика, и урон в человека проходит, ну точнее отображается крест, ну ну не знаю, там через полсекунды, через секунду после того, как я стрельнул! То есть сначала я стреляю, такое ощущение, что я живу где-то во Владивостоке, а через секунду противник умирает, это при том, что я живу в Москве! Вот такая хрень у меня появилась! И знаете, она была достаточно долго, но, наверное, буквально пару недель назад, плюс-минус, не знаю когда, всё это исчезло! То есть, я не знаю, что у других было, мне люди жаловали, что проблемы с уроном, но я могу сказать за себя, что вот последние пару недель Тик Рейдж 60 у меня работал, ну очень хорошо! Для уровня Варфейса просто очень хорошо! Чаще всего проходил урон, не было задержек с крестом, ничего, меня всё устраивало! Но я прекрасно понимаю, что я не один на свете, и у других людей были проблемы, поэтому разработчики вновь откатили Тик Рейд до 30 и изучают проблему! Но! Первое, что надо уяснить, это то, что проблемы в Варфейсе навсегда не исчезнут, кто бы там что ни говорил! Второе! Это то, что я никакой разницы между Тик Рейдом 30 и Тик Рейдом 60 не заметил! Никогда его ввели, никогда его сейчас убрали! Вообще, вся эта катавасия с Тик Рейдом, мне кажется, это, если честно, вот если настолько это всё сложно, если такие проблемы возникают, по-моему, лучше от этого отказаться вообще! По-моему, это лишняя трата времени! Моё мнение таково! А своё напишите в комментариях! Мне кажется, просто вот когда ввели Синхру 2.0, этого было достаточно! Надо было работать над какими-нибудь маленькими недочётами! И всё! Эй, Балабол, давай уже про РМ говори! Да, капитан Очевидность! Итак, друзья, чё там мы как-то очень прямо затянули это всё! Переходим к главной теме сегодняшнего видео! РМ 3.0! Который нам анонсировали, про который нам рассказали! И который, я к сожалению, думаю, повлечёт за собой в том числе отток игроков! Как ни странно! Да! Объясню в чём дело! Конечно же, новый РМ в том числе, понятное дело, призван зазвать новых игроков! Но я не знаю, получится ли сегодня это сделать, серьёзно! Но репутация у игры как бы уже сложилась, вы понимаете, да? Поэтому, ну, мы знаем, что Blackwood работает над новой игрой! Мне кажется, вот реально, те цифры онлайна, которые мы когда-то видели в Warface, мы увидим только в новой игре от Blackwood Games! Сам Warface надо хотя бы сохранить то, что есть! Объединить серверы, ну, плюс там 20-30 тысяч онлайн, это в лучшем случае то, что получится сделать! Даже с учётом нового РМа! Мне всё-таки кажется, что особого ажиотажа какого-то этот РМ у людей, которые не связаны с Warface, не вызовет! И сюда прямо толпами люди из Valorant и Counter-Strike не прибегут! А вот делать так, чтобы многие старые игроки ушли из игры, это очень может даже! Смотрите, в чём фишка, ребята! Обратите внимание, когда-то у нас был РМ 1.0! Там было много косяков, там были титаны, там были колёса, но люди не уходили! Людям, тем не менее, нравилось! И, как говорили наши разработчики, ой, вы знаете, это слишком легко! Нам не нравится, что половина почти игроков берёт первую лигу! Ведь в других играх такого нет, хотя на самом деле, на какие игры можно опираться в плане рейтинга? Ну, наверное, только Counter-Strike более-менее похожую систему имеет! Может быть, какие-то малоизвестные! В большинстве игр сейчас это популярные наиболее игры, это либо королевские битвы, либо, ну, понятное дело, это уже игры другого жанра! То есть, опять же, понятное дело, что, скорее всего, наши разработчики как раньше смотрели, так и сейчас смотрят на Counter-Strike! И с этим их бзиком на киберспорте, и с их бзиком на сложном РМе, всё они смотрят туда! А между тем, без того, чтобы смотреть на один Counter-Strike, можно было посмотреть и на другие игры, схожего жанра, поджанра, например, Fortnite тот же! Там для тех, для кого игра кажется слишком лёгкой, существуют еженедельные турниры! Но наши разработчики, опять же, туда не смотрят, они смотрят только на Counter-Strike! И ребята делают РМ 2.0! А потом некоторые мои знакомые, в том числе мои сокланы с Чарли, некоторые начинают поговаривать, что что-то мне этот Warface надоел, я уйду в пак и так далее! А я спрашиваю, в чём дело? А он говорит, что типа, ну вот, сейчас онлайн небольшое в кланах, играют мало людей, играют не так сильно, то есть как бы всё проблемно, да? А я играю уже с людьми, с которыми мне хорошо, я не хочу уходить и так далее, но с другой стороны, я хочу, чтобы в игре какой-то смысл был, а я не могу взять Первую Лигу, там слишком тяжело, дальше Пятой не уйдёшь! Понимаете, да? И таких игроков, на самом деле, особенно тех, кто баблоцы сюда заносит, их очень много, которые не могут теперь взять Первую Лигу! Но наши разработчики считают, что они идут правильным путём! РМ 1.0, онлайн был высокий, людей всё устраивало, да, люди бомбили, но люди как-то до этой лиги доходили, какой-то, понимаете, не только кнут был, но и пряник! Человек может быть не самым скилловым, но таким более-менее среднячком, но он дойдёт до Первой Лиги, он возьмёт, он получает какое-то удовольствие, всё, он счастлив! Это могло не нравиться только таким прям задротом, кто много играет, я в тот период был задротом, мне тоже казалось, что это легковато, но я понимал, что усложнять РМ это вопрос такой, двоякий, может для кого-то для меня было тогда это и хорошо, а для кого-то и нет. И вот в чём проблема, наши разработчики хотят ввести РМ 3.0, а РМ 3.0 это аналог Counter-Strike или Доты, там будут какие-то цифры ММР. Так вот, проблема самая большая, это балансировки. Из разговора наших разработчиков я понял, что если идут 4, допустим, человека с ММРом, скажем, 5000, допустим, каких-то условных, и идёт один человек более слабый с 2500, то балансироваться будет по самому сильному, то есть будут закидывать против них команду, вероятно, всех по 4500 ММР. В чём минус такой системы? Я объясню вам, дорогие зрители и дорогие разработчики. Сейчас в большинстве кланов, даже в скилловых кланов, даже в киберспортивных кланов, ситуация какая? Процентов 30 игроков это задроты топ-уровня. Ещё процентов 30, условно, это среднячки, хорошие игроки, которые плюс-минус около первой лиги обитают, да? И ещё остальные, это там, ещё какая-то треть игроков или там процентов 20, это слабые игроки, но откровенно. Их взяли, потому что он брат, сват, девушка, дедушка, кто хочешь, в общем. Это просто друзья, с которыми отлично проводят время. Но, когда идут на РМ, то, как правило, в стаке один или два игрока уступают остальным по скиллу. И их протаскивают, в том числе, понимаете? Ну как тебя обычно? Меня как раз никто не тащит, не надо ля-ля. Я как раз играю со скилловыми ребятами, да, нестабильно, но порой как раз я там на первом месте и по фрагам, и по резам, и по всему. Так что, ешь твой бургер. Я уже съел. Мне похер, пей воду. Так вот, проблема в том, что по-новому ММР играть в стаке со слабыми игроками будет нереально. Сам ММР, это будет, понимаете, такая, священная корова, вокруг него всё будет крутиться, какой у тебя ММР, насколько ты скилловый, и если с тобой идут слабые игроки, против тебя будет кидать стак из пяти сильных игроков с большим ММР, вы всираете автоматически. Из этого имеем первое. Теперь в сильный клан ты хрен попадёшь. Ты вообще не попадёшь в клан, если он не соответствует моему ММР. Это 100% так будет, я вам говорю. Вот просто 100%. Причём, со слабыми не будут играть, слабых из кланов будут кикать. Вот кто реально слабее, чем общий уровень клана, их будут кикать из клана, я вам точно говорю. Потому что гореть никому не захочется, потому что люди будут очень сильно за этот ММР цепляться. Вывод такой, а вывод такой, что люди, которые кое-как хоть брали эту первую лигу за счёт того, что они проезжали и были кому-то там родственники, друзья и так далее, они остаются не у дел. Они никто. Всё, их кикают. Многие кланы будут на глазах распадаться. Вот увидите. Потому что, извините, кто-то играет на 5000, а кто-то на 3000. И тех, кто играет на 5000, намного меньше, чем тех, кто играет на 3000-3500 ММР. Да, сведули, извините, мы как-нибудь сами отделяемся, создаём свой скиловой клан. Вот к чему это всё может привести. Я считаю, что разработчики, ну не то время у Варфейса, чтобы ещё сильнее простым игрокам, которые не сидят 24 на 7, закручивать гайки. Может, кто-то со мной не согласен. Это ваше право. Но я вангую, что от этого будет больше проблем, если всё неправильно сделать. Мне кажется, что РМ как раз не надо усложнять. Он и так даже для большинства игроков сейчас сложный. Его надо, наоборот, упрощать как-то. Как это организовывать? Что придумывать, чтобы он был разнообразным? Это ваша задача. Думывайте, думайте, придумывайте, что-то делайте в этом плане. Но ещё раз усложнять, ещё закручивать гайки, чтобы люди расслаивались, чтобы было расслоение общества. Вот это крутые пацаны, эти чуть похуже, эти среднячки, эти так себе, эти вообще никто. Ну, в итоге, как бы, очень многие люди на этой почве поссорятся, многих кикнут, и комьюнити Варфейса очень и очень сильно от этого пострадает. Как я думаю, и сама игра. Варфейс, я ещё раз говорю, изначально была игра народная, где каждый может зайти и получить свой положительный игровой опыт. Если есть задроты, для которых РМ это слишком легко, пожалуйста, еженедельные турниры, как это делают в Фортнайте. Есть режим, на нём замок. Написано, обратный отсчёт идёт. В какой-то определённый гейн, например, в воскресенье, он запускается на 4 часа, и вот 4 часа ты безвылазно там задротишь. Лучшие команды получают кредиты, ачивки, приглашения на какие-то турниры и так далее. Для истинных задротов, только хардкор. Слабым там делать нечего абсолютно, и они не обидятся, для них обычная РМ есть. Всё, когда вырастешь до этого уровня, иди туда, играйте еженедельные турниры. Несколько часов, один раз в неделю там прямо люди соревнуются. Это понравится любителям киберспорта. Это понравится просто задротам, которые считают, что РМ для них слишком легко. Но при этом обычные люди смогут наконец-то взять свои там первые условные лиги на обычном РМ. Разработчики, не делайте ошибки. Не превращайте игру в Counter-Strike. Кому нравится Counter-Strike и Valorant, уже в них играем. Субтитры создавал DimaTorzok